Слушай, а я тут уже без тебя химичить начал. Хе-хе. Слышишь? Да заняться нехуем бы. Думаю, сделать себе, короче, это... Ну не знаю, получится, не получится. Не получится, так не получится. Масло! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, шо щас делал? Фу-ма, ай-ве! Не масло. О-о-о, молодец. Крем, понял? Катуральный, типа. Для этого нам понадобится. Мне понадобится. Не знаю, что там тебе понадобится. Это я воск растопил на водной бане. О-о-о, тут уже шприц, короче, двадцатикубовый. Но, увы, делений уже нет. Э-э-э-э, так не надо быстро застывать? Хе, нахимичил, короче, ладно. Тогда мы просто узнаем, сколько у нас воска. Ага, короче, мы имеем тридцать миллиграмм воска. О-о-о, так. Ладно, подожди, короче. Что нам еще понадобится? Давай сразу, чтобы не тупить. Пятьдесят миллиграмм масла какао. Ну, короче, я этот... На глаз пятьдесят. Нет, почему пятьдесят? Да нет, слушай, какие нахрен на глаз? Это тебе, блядь, не это. Не хлебцы. Ладно, короче. Сейчас я растоплю какао-масло. Шприцом так 30 миллилитров отмерю, и потом что-то будем думать. О, короче, ладно. Короче, как-то так. Тридцать миллиграмм масла какао. Тридцать миллиграмм воска. Миллилитров, миллилитров, прошу прощения. Оп. Так. Потом. Что нам еще пригодится? Шестьдесят миллилитров коробляного масла. Шестьдесят миллилитров это три шприца. Видишь, как оно красиво, зелененькое. Пятого цена вопроса. Восемь гривен стоит этот кусочек 30-граммовый где-то воска. Килограмм масла какао я покупал подвести восемьдесят гривен за килограмм. Нам пригодилось 30 грамм. Конопляное масло я сам сделал. Ну, килограмм конопли 40 гривен. То есть, килограмма получается в среднем, ну, такого, хорошего, чистого масла. Двести грамм, короче, одна пятая. А нам надо 60 грамм. Для кого? Ну, короче, сам посчитаешь, есть что-то не умею. Так. Все. Смешиваем. Что получится? Хрен нужно. Так, смешиваем. Она должна теперь еще пускай снова разогреется. А ты знаешь, кстати, иногда подписан на каналы там всяких чумных сыроедов. Интересно, они что, реально верят, что масло какао это продукт для сыроедов? Это не продукт. Если знаешь, если ты уж такой длительный сыроед, то за масло какао забыл вдруг. Его же получают из обжаренных боков. Так что. Так что ладно. Насчет эфирных масел. Ну и для запаха можно добавить каких-нибудь эфирных масел. Но у меня кроме ланг и ланга подходящих. Тайм нет, это и тоже не совсем подходящая. Но другого нет. Нет, есть другие. А ну ладно, подожди. Давай пойдем, хорошо нам. Ну пергамотовая так однозначно не пойдет. А тут какой-то виолетт. Виолет это чё? Виолет. Фиалка, чё? Хрен его знает. Короче, 20 капель. Конечно, это само эфирное масло отстойное. Так, смешиваем. Я, короче, тут баночку приготовил для горчицы. Ну, наверное, пойдёт эта баночка на приготовление крема. Крема. Восковый крем. Будем ебанничек себе мазать. Нет, ну а что делать? Не, я тебе знаешь, что хочу сказать? Я тебе, кстати, не говорю. У меня и без этого, вообще кожа сухая от природы. У меня это, бабушка и папа, как вымоченные яблоки. Такие, знаешь, это просто с такой-то следственностью, с такой кожей. Вообще-то не шутят. Что надо за собой следить и ухаживать. Ну, у меня и так, я не знаю, от этого то ли от сыра и день, то ли хрен его знает. Морщинки поразблаживались на лице. А так мы сейчас вообще будем вечно молодыми, вечно пьяными. А? Вечно красивыми. Вечно позитивными. А, ну шо ты думаешь? Не застынет нахрен? Может, Яночка. Может, если масло прикольно приедет, приедет Яночка и в спинку вот. Хотя, пока Яночка раздуплится, Леха нахуй съебется, и потом Яночка будет думать, уехал. Так, ладно. Переливаем. Опа. Ну, другой пары не было. Все. Готово. Как-то оно, по идее, должно застыть. Ну, я тебя, короче, седу. Свидимся через пару часиков. Давай. Пишешь. Все, короче, застыл. Слушай. Прикольно. Я тебе говорю. Яночка все в своей жизни проебет, если она не приедет, если в спинку не намажет. Это просто божественная вещь, бра. Опа. Слушай, хороший, кстати, хороший запах вот этого эфирного масла. Именно очень подходит. Можно, слышишь, я так и думаю, можно... О, бля, как оно пахнет. Блин, я тебе передать не могу. Это такое... Слушай, о! Можно на сайте на своем еще продавать. Слушай, я только говорю, 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 ни хуя не делаю. На своем сайте еще можно будет продавать, это, натуральную косметику. Что, купить баночки специальные, продается. Сейчас все продается. Кстати. Леха, вообще такой веселый парень. Пока поехал же я за медиком. Ну, я ж тут горчичку делаю вместо сахара-медик. Так я тут прицепил мне еще этот... Воска кусок дали на халяву. Я попросил, ну, в следующий раз... Прикинь, я лошара, значит, купил за 8 гривен. А, кстати, посчитал я. Цена вот этого всего вопроса лично... Ну, 30 гривен получилось. Ну, опять-таки, это же надо еще посчитать, что выдавить ручную конопляное масло это тоже. Затраты определенной энергии. Ну, а если так, чисто по финансам, то 30-ка. Тут я купил вот этот кусочек за 8 гривен, а тут мне вот бонусом дали. Короче, смотри, бро. Что мы имеем? Мы имеем вот такой замечательный мед, 100% натуральный, без бодяги. Я могу уже 3-х литровых бутилей меда сожрать дни за 20. Говорят, это плохо. Некоторые. Особенно, наверное, веганы, так скажут. Потому что эксплуатация пчелок... Вообще, надо переходить на колодное пчеловодство. Там точно никакой эксплуатации пчелок уже нет. А то это реально не очень хорошо. 210 гривен. Ну, тебе за 260, за 270 отправлю. Не буду сейчас бутылями по автобусам на халяву кататься. Не, ну вдруг... Вдруг надо. Все, короче, бро. Давай, удачи. Мягкая и шелковистая тебе кожа.